Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В эфире радио «Болтком», программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. Мы в Риге, а в двух часах разницы от нас, Ксения Ларина. Доброе утро. Спасибо тебе большое, что в такую рань ты с нами. Здравствуйте, Женя. Приветствую всех слушателей. Да, рано. Да, очень рано. Но тем не менее, мы в эфире. Очень темно. Темно еще. С ума сойти. Мы давно не виделись, Ксения, с весны, когда мы делали читку спектакля пьесы Мариуса Ивашки Авичуса. Но я тебе сразу хочу сказать, что можешь себе представить, какой заряд получила эта вся история. Сегодня вечером режиссер Оскара Скрашеновас и драматург Мариус Ивашки Авичус будут в Вильнюсе делать зум-читку с пьесой «Кант» на литовском языке. Эта пьеса была же поставлена сначала в Театре Маяковского в Москве много лет назад. И мы как раз сейчас с тобой поговорим, наверное, почему с этого тоже начала. Потому что я очень остро сразу вспомнила те декорации, которые сделал Сергей Бархин для этого спектакля в Москве. Потом, вот год назад ее поставили в Таллине. И сейчас вот она будет так представлена в Вильнюсе. Причем в этом спектакле театра Оскара Скрашеноваса, это будет делать его театр зум, этот показ, я даже не знаю, как это назвать, на литовском будут заняты мои самые любимые литовские артисты. В том числе там будет еще и Йозас Будратис, одну из ролей читать. Так что я думаю, что это будет тоже такое событие. Те, кто знают пьесу, могут к этому присоединиться. Так вот, мы сегодня с тобой договорились поговорить, ну, не на самую радостную тему, конечно, но мне кажется, это очень важно вспомнить людей, которые стали огромной частью русского театра и ушли вот в этом году, потому что этот год вообще такой очень тяжелый с потерями. И особенно вот за последние дни, последние вот октябрьские, ноябрьские дни, потери были почти вот просто каждый день. Мы как мы вот встречались онлайн, да, мы все друг другу писали, невозможно вздохнуть и выдохнуть. И это очень тяжело, и мы с тобой вот договорились какое-то время назад, и вчера опять потеря. Один из моих самых любимых артистов, Борис Плотников, вчера ушел. И, конечно, это прям как-то очень, очень как-то ты чувствуешь, как люди выходят и оставляют за собой пустоты. Это не то, чтобы как-то было, да? У тебя тоже такое ощущение? Да, да. Каждое утро боишься открывать интернет, боишься открывать новости, потому что все время в ожидании находишься в тревожном, что опять кто-то уйдет из земной жизни, причем из сети. Люди одного поколения. Это поколение, ну, уж моих родителей точно, от 70 и дальше, а 70 плюс. И это поколение просто вот можно сравнить то, как я где-то уже написала у тебя, что ли, в Фейсбуке, как будто какие-то планеты срываются с орбиты и исчезают в открытом космосе. И остаются черные дыры такие, да? Просто черные дыры. Да, абсолютно. Абсолютно. Потому что когда ты понимаешь, что это действительно не просто точечные удары, а это вот огромный, огромный, масштабный культурный, даже не знаю что, отряд, слой, целая вселенная культурная, которую мы теряем. Это мы говорим только о людях искусства. Да, да. Ты посмотри, мы могли бы такую же передачу провести, посвященную ученым, посвященную журналистам, посвященную литераторам, посвященную многим-многим другим людям. Причем, я опять повторю, это вот одно поколение. Ну, я хотела с тобой поговорить, ведь каждого из тех, о ком мы можем сегодня вспомнить. Я вот вчера думала о том, что Октябрь – это Илья Эпельбаум, создатель Московского театра «Тень», один из самых таких для меня волшебников театральных. Кстати, совсем молодой человек, между прочим. Практически вот мой ровесик. Да. Потом Фауста Слатенос, литовский композитор, который, ну, очень много сделал для российского театра последние годы. Я просто понимаю, что самый последний спектакль, который сейчас вот вышел в Москве вот осенью этого года, это Юрий Бутусов поставил пьесу «Сын» в «Рамте». Он же тоже, в общем, там большое значение имеет та музыка, которую Латенос написал для этого спектакля. Вообще Латенос, конечно, со своей музыкой был тем соратником, мне кажется, со-создателем спектакля, вот как стало в последние годы, когда не просто режиссер и его какие-то помощники, да, а когда эта целая творческая команда собирает спектакли, и такие композиторы, как Латенос, они важны. Он, кстати, да, он, кстати, уникальен еще и тем, вот чтобы вы понимали, хотя я думаю, что уж твои слушатели точно понимают, о чем мы говорим, он уникальен еще тем, что это один, как мне кажется, из последних именно театральных композиторов. У нас же сейчас время какое уходит, вот именно вот эта форма, вид искусства, музыка, кино, музыка, театра, во всяком случае в России уж точно, это большая редкость. В основном все из подбора, что называется, звучит в театральных спектаклях или аранжировке. Ну, Борис Юхананов все-таки нет. Ну, не знаю. Работает с современными композиторами. Латенос для меня, в первую очередь, это, конечно, театр. И Теопседа права, он действительно, как и многие великие художники, великие композиторы, он соавтор спектакля. И, боже мой, мы говорим о каких-то вещах сегодня, о сегодняшних, ты говоришь про Бутусова, а не Крошеса, вспомните, да? А то именно все. Его музыка, его замечательная музыка в том же отелле, которая вот просто звучит в голове все время. Постоянно, да. Безумная, безумная музыка. Поэтому я не знаю, кого рядом поставить, ты скажи. Ну, нет, конечно. Я вот в этом смысле меньше знаю про театральную музыку именно в драматическом театре. Ну, мне кажется, что, смотри, его влияние ведь еще на молодых художников, какое было, его и звал Игорь Костя Погомов. Ну, Сережа Невский, конечно, я назову его. Ну, да, да, конечно. Вот я говорю, Борис Юхананов, и то, что в Гоголь-центре происходит, просто другие композиторы принимают участие, да? Ну, да, да. Другая музыка немножко, но, тем не менее, все равно это есть. И неизвестно, во что это, конечно, вырастет. Просто латенос, который появился в 70-х, в конце, да, 80-е, все 90-е, он так долго служил этому искусству, что когда он выяснилось, что он, в общем, вполне молодой человек еще умер, то, конечно, это кажется таким... Ну, то есть он очень рано просто начал, и сразу на большой высоте, мне кажется. И весь ноябрь, это в одни потери, да, мы с тобой как раз тоже переписывались, вспоминали и Романа Григорьевича Виктюка, и Сергея Бархина. Все люди из ближайшего окружения, это, конечно, устаешь, я тебе скажу так, конечно же, притупилась немножечко уже этот дворевой порог, ты только, боже мой, какой ужас, опять ушел человек, которого ты лично знал, да. Но невозможно же провожать молча, как бы смириться с этим, и просто помахать рукой, и давай. Да, и новая жизнь, новый день. Да, хочется обязательно что-то как бы вслед сказать уходящему человеку, и как-то его, почтить его память. Мне кажется, ничего пошлого в этом нет. Я вижу, там очень многие пишут, типа, ну сколько можно, вот только-только человек ушел, уже начинают про него, уже все готовые некрологи писать. Ну а как без этого? Ну как, когда умирает близкий человек, ты же думаешь о нем, ты же говоришь про него, ты же вспоминаешь его, ты пытаешься объяснить и себе, и людям, с которыми ты находишься рядом, что этот человек значил для тебя. А уж когда мы говорим о для великих людях искусства, как ты промолчишь. Я вот про Виктюка скажу, тут еще важный момент. Одно дело там, когда люди к тебе приходят в эфир, да, потому что, безусловно, вот все, кого мы называем, ну может быть там за исключением Латеноса, с которым я не была лично знакома, и он не был гостем моего эфира, все остальные люди, про которых мы сегодня говорим, мы еще будем говорить, они все из нашего эфира, из радиоэфира Эхо Москвы. Но есть среди них и те, которые были в моей жизни раньше, до моей жизни на радио, когда я еще была, работала в театре, артисткой. И тот же Роман Григорьевич Виктюк, мое знакомство с ним произошло задолго до того, как я изменила свою жизнь. Он пришел к нам, я работал в Сатириконе, он пришел к нам ставить спектакль по «Мастеру и Маргарите». Причем это была тоже очень интересная история, она не случилась. Это была пьеса, написанная Павлом Грушко, известным переводчиком и поэтом, по мотивам романа «Мастера и Маргарита». Эта пьеса была в стихах. Я уже поняла потом, что наверняка это была заявка на мюзикл, скорее всего. Потому что мы помним, знаем, как Грушко сделал «Звезда и смерть» Хакина Муретты. Пабло Неруда написал специальный перевод для Марка Захарова, для театра «Ленку». А здесь, значит, он сделал эту пьесу в стихах. И Дюк-Тюк пришел к нам, мы это все читали. Выпало у меня из памяти совершенно, почему это не случилось. В итоге стал ставить в кости сам этот спектакль, но в итоге он не произошел совсем. Но Дюк-Тюк потом возник уже с другим проектом. Он принес вот эти вот, ставшие легендарными, служанки Жанна Жанне. И для меня это был театр Дюк-Тюка. Прямо тут, у меня на ладони, я ходила на репетиции. Понятно, что я не была занята в этом спектакле, в котором только мужчины были заняты, как известно. Но я ходила на все репетиции, смотрела. И вот мое знакомство с ним произошло с Виктюком там. И вот потом уже, годы спустя, уже он пришел уже ко мне в эфир. И мы с ним очень часто встречались. Могу сказать так, ежегодно практически. Да, обязательно в порядке. Просто да, да. Была такая традиция ежегодно. Под его день рождения осенний мы встречались в нашем эфире. И такой был, встречал творческий отчет. Рассказывал о том, что он успел сделать за год. А потом, естественно, говорили о высоком, улетали. Вообще, что такое с Виктюком встречаться? Это знают те, кто с ним встречался. Это, знаете, в эфире это очень смешно, потому что ты просто можешь отключиться. Начинаешь сиди, кури. То есть, как бы, знаешь, какую-то первую ноту, там, как, знаешь, как металлические треугольники. Да, да, да. И вот он, как бы, этот день ловит, ловит, и все, сам. И сам парит в облаках. А ты только сидишь, что плачешь, что смеешься. И вот любой эфир взять, который сохранился у нас в архиве, там только он. Все остальное написано. Ксения Ларина. Угу. Расшифровки вот эти, да? Сдевает, смеется. Все. Это, конечно, отдельный, отдельный человек. И я думаю, что еще масштаб личности этого человека еще будет оценен уже даже не нами. Потому что это и отдельный театр, и отдельная личность. Ну вот я сейчас, да, я сейчас когда тоже писала о нем какую-то статью, ну, тут, для газеты, и я стала переискивать, как бы, что в него было. Потому что я-то помню тоже, как он мне позвонил, а он для меня был как, фу, я тоже бегала на служанке, смотрела их откуда-то просто, ну, из какого-то угла дальнего. Видела кусочек сцены практически, да, не сцену целиком. А потом также, я помню, бегала издалека, смотрела «Эмбетерфляй», когда они играли в театре киноактера, я помню тогда. Вот я туда почему-то, почему-то я помню точно, что я там была единственный раз именно на спектакле Виктюка. И потом я бегала к Ире Апексимовой, которая играла в начале двухтысячных, такой очень яркий спектакль он для нее сделал. И что-то еще я бегала. Как он называется? По Парадзинскому он сделал. Да. Не помню сейчас. Что это было, я не помню. Ну, ты поняла, да, что был спектакль для нее специально. И когда, ну, и как бы он для меня был таким, в современник я бегала, что-то смотрела, я помню. Не попала я на мелкий... Например, «Коломбины». Да, но я не попала на мелкий бес. Я помню, я очень хотела посмотреть, у меня не получилось. И он для меня, конечно, был таким, ну, такой звездой какой-то, невероятной совершенно, где-то в параллельной вселенной существующей. Потому что я работала в Амхате, в театре Табакова. Это был немножко другой театр, немножко другое окружение. А потом Центр Мирхольда в моей жизни появился, фестиваль НЭТ. И мы привезли Коршунова со спектаклем «Огнеликий». И в первый день был просто какой-то обвал. И на второй день у меня с утра начались бесконечные звонки. Потому что все захотели пойти и посмотреть этих волшебных людей. Ну, там был Гитти Саванауска, Сраса, Смолити, молодые совсем, которые играли брата и сестру. И в какой-то момент у меня звонит городской телефон, я снимаю, и там голос этот вот прекрасный, медовый совершенно, потому что он же абсолютно умел пользоваться этим своим качеством. Круга сказал мне, деточка, это Виктюк. Я хочу прийти вечером посмотреть спектакль. Я в шоке от того, что я понимаю, что мне некуда его просто приткнуть. У меня зал валится просто. И я говорю, знаете, у нас вот так и так. Он говорит, ничего, я на стульчике посижу приставном. Он, кстати, любил, между прочим, если ты помнишь. Да. Он любил, это была принципиальная его вещь. Он всегда садился на приставное место для того, чтобы в любую секунду можно было бы тихо встать и уйти. Я каждый раз говорил, я здесь на приставном стульчике. Но я его посадила таким... Но он не ушел, я надеюсь. Нет, я его еще посадила хитрым образом. Там же в центре Мирхольда выход в одну сторону, и я его посадила с противоболожной стороны на приставной стульчик, не зная об этом. Ну, просто такой был. И я ему говорю, вы знаете, они играют на литовском. Деточка, я прекрасно знаю литовский язык. Он же был в Берниесте работал очень долго. Я помню, что тогда меня это просто, ну, как бы сказать, опрокинуло. Я представила себе того режиссера спектакля, которого я видела, который прекрасно говорит на украинском языке, литовском языке, польском языке. Ну, то есть это помимо того, что это был человек, обладающий определенными качествами своей профессии, он еще был такой вот, ну, всесторонний в этом отношении. И в музыке, и в живописи, и вообще в истории искусства. Вот равных, не знаю, из театральных деятелей. Невероятной эрудиции человек. Вот, кстати, очень хотела вот что сказать. Стали появляться всякие, естественно, некрологи, понятное дело, про Ликтюка. И в том числе я несколько вещей прочитала, которые меня совершенно возмутили, когда его причисляли, запихнули в такой вот бодуар гей-культуры. Что, типа, он был там таким певцом гей-стилистики, гей-театра, гей-искусства. Я просто хочу сказать, что это совершенно не так. Это совершенно не так. Думать так про Ликтюка, это все равно загнать все равно, что в такую же резервацию, там, не знаю, режиссера уровня Педро Альмадовара, и сказать, что он певец гей-культуры, гей-кино. Или Оскар Уальда. Или Оскар Уальда, действительно. Или Стивена Фрая. Да мы можем назвать, вот на вскидку, сколько фигур. Послушайте, это гений. Вот как он кричал своим актерам, гений из зала, вот все это вспоминают, артисты, гений, он кричал. Так он был гением и останется гением навсегда. Я не знаю, с чем его сравнить, с какой, ну не знаю, может быть, с художниками эпохи Возрождения. Вот такого масштаба личность. Должны это понимать современники. Что это не просто так. Какой-то там режиссер, который вот придумал такую свою собственную, свой собственный почерк театральный. Это гораздо больше, выше, масштабнее, чем почерк. Это не режиссура в нашем таком узком понимании, что я могу, что я не могу. Прикладном таком. Это не прикладное искусство было. Это совсем другое. Это совсем другое. Это такие штучные совершенно люди такого уровня в режиссуре. Давай мы, кого мы можем взять, поставить на одну доску. Там, не знаю, Юрия Петровича Любимова. Это человек, который открыл просто целый мир театральный. Открыл какое-то окно или дверь в другую вселенную театральную. Придумал свой собственный театральный язык. Свою стилистику. И это при том, что человек, я уже говорю про Романа Григорьевича Виктюка, он работал в самое тяжелое советское время, когда ничего было нельзя. Ничего. Но ведь и служанки... На закрытые спектакли, на закрытые показы. Он первый поставил Петрушевскую, которая была запрещена в Советском Союзе. Первый. Рискнул это сделать. И много ее ставил. Я помню, как уроки музыки мы бегали в каком-то ДК, они ставили, забыла, в каком. В студенческом театре МГУ? Нет, в каком-то ДК. А еще, ну просто они играли, это в разных местах. Да, да, да. Это было что-то, это был абсолютный шок от первых встреч с его театром. Шок. А уж сколько, какие роли он подарил актрисам, как он чувствовал актрис, женщин. Мы все говорим там про мужские работы. Ира Метлицкая, скажи. Боже, Метлицкая, Лолита, это была ее лучшая роль. Лучшая. Это была вершина. Она, правда, и прожила... Не очень много, да. И несправедливо, мало, да, но это была ее лучшая роль. Ну она, наверное, она, наверное, такой вот, если говорить о 90-х, да, она, конечно, лицо 90-х, Ира Метлицкая. Да, да. Так же, как Лена Майорова, да, вот две такие, два таких имени рано ушедших. А как он чувствовал актрис возрастных, сколько он дарил им радости и счастья, триумфа на сцене. Там та же Елена Образцова, которая благодаря ему стала драматической актрисой. Ада Роговцева, которая у него сыграла главную роль. Алиса Фрейлих, вот с кем он работал. Лия Хиджакова. Ну Лия Хиджакова, я хочу тебе сказать, я вот ей как раз позвонила тоже. Ну, потому что, я говорю, Лия Хиджакова, я не могла вам не позвонить. Она говорит, ой, Женечка. Говорит, ну, по-разному было. Говорит, ну, честно, таких ролей, как у него, я не играла больше. Ну, конечно, конечно. Так любой тебе скажет, и это чистая правда. Потому что это выход в какие-то другие миры. Вот я думаю, что каждый актер это понимает. Почему такие живучие служанки, и почему не хотят с ними расставаться? Сколько уже они умирали и возрождались. Да, такие, как птица Феникс. Да, да, как птица Феникс. Как вот такое потерять? Как это упустить из своих рук? Конечно, вот мы с тобой счастливые в этом смысле люди, что мы видели первую редакцию служанок, где был Костя Райкин, где был Николай Добрынин, где был Сергей Зарубин, где были танцы-хореографии Аллочки Сигаловой. Ну, да, он, конечно, и я-то, знаешь, я когда поняла, что он сделает спектакль, ему было 50, я подумала, а вот сейчас многие говорят, что начинается в 50 лет, как жизнь меняется в 50 лет, я думаю, вот человек не только свою жизнь изменил в 50 лет, а вообще повернул все в 50 лет. То, что это на самом деле, вот человек уже был в определенном возрасте, когда многие боятся рисковать. Ну, тут еще и время совпало. Ну, да. Это был 89-й год, или 88-й, не помню, да, это со временем совпало очень, это одна из первых прорывных работ еще и была в эпоху, что называется, перемен. Да, да, да. Это важнее, важнее, ведь раньше, там, не знаю, в начале 80-х, когда невозможно было себе представить на сцене, и он тоже, он же прекрасно это понимал. Ну, все равно, это же было возможно. Это было возможно. И он был к этому готов. Да. Вот, кстати, один от редких людей, который был готов к этой свободе. Я про это, что он как будто бы ее долго-долго ждал. Слушай, у нас звонок. Давай послушаем, что нам скажут. Да? Кто-то не спит. Да. Доброе утро. А что, доброе день? Доброе утро. Доброе день. Доброе утро. Я могу дать, почему, почему, очень плохо вас слышно. Извините, пожалуйста, не сможем с вами поговорить. Ксюша. Я. Давай поговорим про еще одного человека для меня эпохи Возрождения, Сергей Бархин. У нас нет перерыва на новости? Нет, мы идем без антракта. И выходим. Ух ты, как здорово. Да, выходим оставляем. Я привыкла к другому формату, что когда ты скажешь, что-то сейчас у нас новость. У нас это... У меня память, как память профессионального ведущего длится, вот запоминается информация, максимум час перерывом на новости. Да, да, да. А мы чуть поменьше, но без антракта. Скажи, пожалуйста, Сергей Бархин. Мы с ним дружили очень в Фейсбуке. Да? А я... Мне повезло. Я с ним работала на одном спектакле. Ну, то есть я его очень любила, знала. И следила за его работами всегда. И был один спектакль, который оставил Камы Гинкас в театре Табакова с Олегом Табаком «Русская народная почта». Помнишь такое? Да, да. Когда Олег Павлович читал письма Ваньке Жукова. Но другие немножко, да, уже написанные в 90-е годы. И я там познакомилась с Сергеем Бархиным. И после этого мы с ним, когда виделись, мы всегда раскланивались. Но следить, конечно, за его работами было бесконечно интересно. И то, что, мне кажется, вот что в последние годы, ведь надо отдать должное, то, что случилось в театре Маяковского, вот этот вот новый такой расцвет театра Маяковского с режиссером Медуга, с Канкарбаускицем, было бы невозможно, мне кажется, без участия Сергея Бархина как такого старшего наставника и как человека, который вносил в это определенный, ну, какой-то уровень художественной культуры. Да? Вот мы с тобой вспомнили Канта в начале, и были еще другие вид спектаклей, как много он сделал в последние годы там. Только нет, он вообще, я его знаю больше как художника в Тюзе, где-то и у Камы. Он, конечно, или, боже мой, но он во многих театрах работал как художник. Да, и музыкальные вещи очень многие делают, да. Это вот то, с чего мы начали, когда мы говорили про Латеноса, это действительно выдающийся человек театральной и художественной культуры, великий. Я вот пытаюсь там объяснить людям, которые не знают вообще, кто это. Что, наверное, не знаю, вот из таких вот великих художников, театральных сценографов можно назвать рядом Боровского старшего, можно назвать Кричергина. Кого еще вспомнить, даже не знаю. Ну, такие большие масштабные фигуры, конечно, это три вот эти фигуры нашего, второй половины 20 века. Опять же, поколение. Да. Пожалуй, все следующие уже идут мало, уже намного. Но он же еще был большим хулиганом в жизни. Прекрасным совершенно. Ну, потому что он диссидент больше такой товарищ. Он же из этой культуры, как сказать, богемы антисоветской. Могу так сказать. Да, абсолютно. Они, по-моему, этого не скрывали никогда. Потому что это тоже надо понимать, чем человек вскормлен, в какой среде, в какой семье. У него потомственные же художники, архитекторы. Семья невероятная. Дружба с великими европейскими художниками, конечно, очень многое дала. Все эти нонконформисты, абсолютные стилистические хулиганы, которые жили так в советское время, как будто никакой советской власти нет. Вот они так жили и все. Абсолютно, да. Ну, такое, вот то, что мы читали, я читала в юности у Аксенова все вот эти вот истории конца 50-х, 60-х годов. И потом я это услышала, когда об этом вспоминали Олег Табаков и Сергей Бархин. Как-то после репетиции они сели и начали вспоминать о том, что было. У меня было полное ощущение какого-то опрокидывания в пространстве. То он такой Бон Виван, он же такой невероятно стильный сам по себе человек. Как он одевался, какие у него очки были разные. Всегда. Прости последние годы. Новые формы. И как он писал, я имею в виду, писал как литератор. Невероятно одаренный был человек не только с точки зрения художественной, но и литературной. Я надеюсь, что выйдет обязательно книга его посмертная, из его наследия, которая еще не была издана. Он написал, по-моему, у него книга выходила, мемуарная. Но он как формулировал, как он писал, сколько в нем было юмора, сколько знаний, сколько изысканности, аристократизма. Это отдельная тоже совершенно личность. Я, кстати, прочитала, тоже всех отсылаю, и у тебя в эфире тоже. Есть сайт его, barhim.ru. Там очень много всего. Там есть и картины, там есть и рисунки, там и графика, там, естественно, и отсылок к спектаклям, которые он делал. Но для меня самое ценное все равно, из того, что я там видела и считала, это, конечно, его тексты. И там есть в том числе анкета Марселя Просто, которую так сделал такой популярный Владимир Познер в своей передаче. А здесь сам Бархин отвечает на этот опросник просто. И там в том числе есть вопрос, кем бы вы хотели быть после смерти, кого воплотиться. И он, отвечая на этот вопрос, говорит, может быть, собака, может быть, книга. Потом помолчала, говорит, а может быть, очки. И я действительно подумала, что вот эти его очки круглые, у него есть очки Джона Леннона и самые такие разнообразные. Это тоже его образ, который вот нам останется с ним. Халаты какие-то роскошные, восточные. Бабочки. Бабочки, да. Бархатные пиджаки. Женщины. Какие женщины его окружали. Какие у него были романы. Какие у него были лучшие, самые красивые женщины СССР. Это были и женщины Бархина. Да. Его жена замечательная, которую он безумно любил. Леночка. И так не хотел с ней расстаться. Так хотел вместе, чтобы они ушли. Не хотел. Но я хочу про него еще сказать и вообще про людей этого поколения. Они все очень разные, конечно. Но вот для меня, например, Бархин был, как сказать, очень важен с точки зрения вот его оценки моей работы. У меня был случай такой, я вот его вспоминала сейчас, когда я пришла работать в правительство Москвы. И вот первые полгода, или чуть больше, первый сезон прошел, и открывается праздничным, значит, каким-то днем театр Маяковского сезон. Был юбилейный сезон, по-моему, как раз 12-й год. И меня приглашают и Леня Ашарин, который тоже в этом году иначе, но тоже погиб. И Минду Гаскарбаускес. И я сажусь, и меня сажают между Йоффе и Бархиным. Вот так я оказываюсь с двух сторон у меня, понимаешь? И Бархин так сидит, сидит, он поворачивается ко мне и говорит, ну что, детка? Я говорю, что он говорит, мне очень нравится вся история в Гоголь-центре, ну, с театром Гоголя. И они так вдвоем на меня пристально смотрят. Это вот только случился там месяц после назначения Кирилла Серебренького. Мы стали с ним разговаривать, и я им стала что-то говорить, рассказывать, что, как. Он послушал, послушал, говорит, ну, я тебе скажу так, в принципиально, в глубине, как бы все правильно, но форма в искусстве так важна. И я помню, что это было для меня очень важно, что он все равно продолжал меня поддерживать как-то, и это все было очень непросто, этот год был тогда для меня ужасно непростым, но то, что была поддержка от таких людей, как он, для меня там было это очень-очень-очень важно. Вот, когда, знаешь, когда важно, как эти люди с тобой поздороваются на следующий день или нет. Кстати, я хочу сказать тогда вот, что Бархин, не скрывая, совершенно публично и открыто поддерживал Кирилла Серебренникова во время всего этого театрального дела. А это не просто было, не все, скажем так, не все рисковали себя хотели проявлять в этом смысле. Кто-то молчал, а кто-то вообще толкал в спину, что называется, и такие случаи были. Ксюшечка, нам звонок еще один. Нам звонок, давай попробуем. Звонок, не бойся, послушаем. Слушаем вас в эфире. Алёна, мы наедим. Да, это опять. Я хочу спросить, когда идти, все помои нас. Да, опять кто-то звонил непонятный. Ксения. Сейчас время такое. Нет, нет, у нас... Ты знаешь, у меня есть удивительная история. Мне несколько раз звонили в эфир люди, которые в возрасте такие, знаешь, которые вдруг говорили, вы рассказываете про современную драматургию, так я сейчас понял, это, наверное, вот так-то и так-то. Я говорю абсолютно правильно. И мне было так приятно, ты знаешь, очень. То есть, как бы ты не ожидаешь такую реакцию от пожилых людей, которые говорят, не трогайте нашу классику или что-нибудь такое. Скажи, пожалуйста. Скажу честно, у вас там странная публика бывает. Я была в гостях у ребят, у Вадима и Ани, на балкоме именно. Да. И там были звонки, я была потрясена. Но я, правда, часто слушаю, когда гости приходят и когда включают звонки. Я, честно говоря, потрясена, что публика какая-то прям такая вот советская. Ну да, есть такая, да. Но, с другой стороны, здесь удивительные совершенно молодые люди, я тебе скажу. Я вот сейчас тут в театр хожу много. Я так счастлива здесь узнать театральных людей, которые делают театр, которые ходят в театр. И аудитория в зале какая, отзывчивая, интересная. Я сейчас опубликовала статью, свою реакцию на, ну, как бы обзор фестиваля в Алмире, который я посмотрела летом. Это прям вот, знаешь, как высказывание поколения. Это просто так радостно видеть, честно. Я надеюсь, что когда все это кончится, вся эта хрень под названием... Ты едешь к нам в гости. Да, я приеду, потому что я очень люблю Ригу, обожаю просто. И вообще театральную культуру латышскую обожаю. Я очень люблю Алдиса Херманиса. Надеюсь увидеть спектакль, о котором вся Москва сейчас говорит, спектакль Горбачев. Ну, он в Москве, да. Он в Москве идет сейчас. Ой, да, мечтаю видеть. Очень люблю вообще театр рижский. Там, кстати же, у вас сейчас наш Сережа Галамазов работает в русском театре. Я помню, я еще в юности, в студенчестве, в студенчестве я очень любила театр Рижский ТЮЗ. В ту пору там им руководил Адольф Яковлевич Шапира. Ну, то, что стал вот театром Херманис, новый Рижский театр. Да, да, да. Там в ту пору было две труппы, фатышская и русская. Да, да. Но я тебе скажу, что сейчас очень интересно наблюдать за тем, что происходит в Национальном театре, там, где ставил Кирилл Серебренников четыре спектакля. И с тем, какая труппа, и с тем, какие поиски идут. И я очень надеюсь, вот этот год, конечно, был непростым, очень, для театров, но в феврале в театре Далес поменялось руководство. Пришел новый директор Юрий Жагарс, брат Андрея Жагарса. Помнишь, Андрея? Да, да. И пришел художественным руководителем режиссер Вестру Кайриш. И там как-то, знаешь, вот как-то даже настроение немножко поменялось. Я ходила вот сейчас во второй половине лета, когда начали играть спектакли, я вдруг поймала себя, что я третий раз иду на премьеру в Далес. Я за предыдущие несколько лет была там два раза, может быть, знаешь, ну, как бы сама. Когда я смотрела большой спектакль Кршуноваса там по пьесе «Изгнание», помнишь, такое я тоже в Москве шла, он здесь был поставлен, и еще что-то я смотрела там. Ну, то есть, так, чтобы я вот туда ходила, не было, а сейчас я вдруг поймала себя, что я за короткий период времени просто бегала туда каждую неделю, потому что там какие-то события постоянно происходили, как-то все очень, как бы сказать, вдохновляюще происходит. Поэтому я очень надеюсь. И очень много интересных молодых ребят. Прям независимые труппы, независимые театры, молодые люди очень интересные, какие-то... Я езжу в лейпаю постоянно смотреть спектакли. Вот я чувствую, что я тут тоже читаю о разных событиях театральных и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии. И у меня такое прям ощущение, что там какой-то сейчас ренессанс, какое-то вот возрождение культуры своей отдельной, театральной. Вот просто, ей-богу, знаю и чувствую и понимаю, что это театральные все это. Республики. Театральные республики. Да, да. Был какой-то момент, когда вот исчезла советская страна и все это разделилось. Был какой-то момент, когда вдруг немножко растворилась вот в этой вообще европейской куче вот культуры театральные. Период такого самоосознания, мне кажется. Да, да, это очень важно. Ксюша, у наше время с тобой подошло к концу. Про Бориса Григорьевича мы не вспомнили Плотникова, жалко. Ну, мы вспомним его в своих сердцах, и как театрального артиста, конечно, его знали не так много людей, наверное, все-таки это кино в основном, ну, его помню. Карбаускис, кстати, очень его чувствовал, очень много спектаклей именно с ним сделал, не зря. Да. Актер был поразительной глубины. Я с ним познакомилась тоже благодаря Табакову, которому я очень благодарна многими знакомствами, потому что он позвал его тогда играть. Антон Кузнецов такой был режиссер, который поставил с ним спектакль «Камера-обскура» когда-то по Набокову. И я вот вспоминала тоже о том, что это было из тех людей, знаешь, при которых хотела выпрямить спину, улыбнуться и быть всегда прекрасной. Вот когда в его присутствии вызывало такие чувства, это удивительное качество мужское, на мой взгляд. При этом ты понимаешь, что это такой вот человек, которому, перед которым не хочется ударить в глядь лицом или сделать что-то нехорошее. невозможно. Очень требовательный к себе, к другим, вообще такой вот абсолютный, как это называется, перфекционист в своей профессии, дотошный, но при этом такой скромный человек. Это редчайшее сочетание. Это как раз есть такая некая порода, такой аристократизм. Уж не знаю от Бога, от родителей, не знаю, откуда в нем это. Это было чудо. Он же начинал в Свердловске, в Свердловском Тьюзе. Он был такой романтический герой. Иногда у Твердинанда в коварстве любви такой был красавчик, красавчик. И вот шипить-ка его переломило совсем. Он вдруг открыл в себе совсем другого человека. Меня поразил тот факт, что шипить-ка ему сказала во время съемок, что, Боря, тебе надо как-то саморазвиваться, да, вот мало быть исполнителем. В тебе есть что-то еще. Надо просто это открыть. Надо развиваться, учиться. И он пошел поступил на филфак, уже будучи артистом, в Свердловском университете. Закончил его. И вообще удивительный человек. Глубины был. Удивительный. Я помню, как мы летели в Екатеринбург на гастроли, и для него это было очень важно. Дом родной. Да. Талантливый, талантливый. Я очень рада, что в театре он очень много успел сделать в Москве. Вот именно благодаря этим встречам. Сначала с Мироновым, с Андреем, как с режиссером в Сатире. Потом в театре в Амхате и в театре Табакова. И, наконец, Кармановский. Слушай, а в театре Советской Армии этот легендарный спектакль, помнишь? Да, Павел Первый. Ну, фантастический, когда он был абсолютно в уровень одному из гениальнейших актеров Советского Союза Олегу Борисову. Когда это была пара, на которую невозможно было смотреть просто спокойно. Но это было невозможно. Повезло нам всем, что мы с этими людьми были рядом. Давай помните, давай делиться, потому что это надо помнить и держать в себе обязательно, как такой камертон, о котором мы сегодня с тобой тоже вспоминали. Да? Спасибо большое за то, что пригласила. Мне было очень приятно. Спасибо тебе большое и хорошего тебе дня там, чтобы солнце было. Спасибо. Всем большое спасибо. Слушайте радио Болтком. Всего доброго. День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком.